Продолжение следует... Находимся сейчас у Алексея в гараже. Да, мы переехали. У нас... Вот видите, это где я начинал. Игорь начинал в другом месте. Абратно мы переехали. Будем теперь, значит, здесь заниматься. Пацаны, не дождетесь. Все, давай. Это шутка, конечно. Тут, короче, к нам поступила новая партия Stealth Gepard. Она в декабре была выпущена. Только-только неделю назад. И пришла сейчас к нашему партнеру Stealth Land. Вот таких квадроциклов пришло. 10 штук. Это уже новая модификация. Кстати, кому нужна техника, звоните, пишите. Организую вам. Готовы отгружать с 1 января. Представляете, как работает? 31 ночи практически снимаем контент. И 1 января в 10 утра готовы отгружать вам технику. Вообще без проблем. Что у нас, короче, касается изменений. Stealth Gepard изменился в положительную сторону. Технически очень грамотно. Решения здесь применены. И новые цвета рамы. Мы вам это потом еще покажем. Но все же. Это новый цвет рамы. Красный теперь будет вот такой. Он более яркий, кислотный. Такой отдает в оранжевый. Красный какой-то такой. Офигенный. И смотрите. Самое главное у нас изменение. Что у нас произошло? Это новый впуск. Система впуска. Я так понял, это все готовится к литровому. Надеюсь, в 2024 мы увидим литровый гепард. Наконец-то. Наконец-то. Уже спустя десятилетия, там, века. Смотрите. Полностью новый впускной коллектор. Правильно? Да. Дальше у нас вот этот патрубок, который раньше у нас был. Г-образный сюда, в эту сторону. Он теперь стал вот сюда. Раньше вот здесь Г-образный вот такой был. Дроссер остался тот же. Но коллектор стал, как сказать, Алексей, правильной формы он. Да? Правильно же? Да, да. Он стал правильной формы. И теперь впускной коллектор сделан как на BRP, RM, ODES, CF. То есть, более правильную форму, потому что она... Сейчас я обойду еще. И мы с Игоряном первые вам покажем. 100 стелс. Никто не покажет. Да, перед Новым годом. Первый раз мы можем похвалить... Мы за год стелс выражаем благодарность вот за эту систему. Молодцы. Когда хорошо, мы говорим хорошо. Когда плохо, мы говорим плохо. Смотрите, значит, у нас, чтобы пол было хорошее наполнение двигателя, то есть, да, камеры сгорания, у нас впускной коллектор, воздух должен падать, чем холоднее, тем лучше. Раньше этот коллектор был здесь, впускной. Около трубы выхлопной, вот здесь вот дроссель стоял, вот такой вот большой зигзаг был. Сюда фильтр, не очень качественный корпус. Они убрали его отсюда. Теперь от трубы до коллектора примерно, наверное, сантиметров около 20. Коллектор правильной формы, то есть он равноширокий. У него увеличенный впуск здесь. Здесь стоит небольшая переходная резиновая вставка. После этого сразу идет дроссель. И идет патрубок на новый воздушный фильтр. Корпус абсолютно новый. Забор воздуха идет так же, как был. То есть, с этой стороны. С этой стороны забор воздуха на вариатор. И дальше, значит, мы вам сейчас сразу сняли. Мы вам покажем, что точек крепления стало больше. Шесть. Четыре вот тут как было. Четыре по краям. Одна спереди. И еще добавилась одна сзади. Плюс корпус сделан из более твердого пластика. Сейчас мы вам сразу покажем. Его открываем. И там внутри у нас стоит. Да, снимаем вот корпус. Вот так он выглядит теперь. Вот, короче, смотрите, прижимается. Во-первых, он чуть меньше стал, компактнее. Чуть компактнее. И поэтому площадь прилегания лучше. Четыре. Раньше было в разных местах. То есть здесь, здесь. Сейчас одинаково четыре. И вот две вот здесь прижимаются. На защелках. Лучше стало прилегание. Теперь стоит бумажный фильтр. Который не надо обслуживать, пропитывать. Я думаю, что цена его будет приемлемой. Чтобы отъездить свои там тысячу-две тысячи километров. И просто его поменяли. Внутри как-то. Вот такой бокс теперь. Тут, кстати, можно сказать, что плотно все он встает на свое место. Вот здесь резинка теперь. А зачем резинка? Резинка есть, фильтр. Вот она, часть. Все, она теперь будет держать. Вот здесь теперь нет резинки. Попадать грязь, вода не будет. Его герметизировать. Я думаю, что будем тесты проводить, да, Игорь Анат? Но я думаю, что не надо будет герметиком. Потому что уплотнитель резины всегда работал отлично. Вот этот. Он зажимается и ничего не пропускает. Но будем тестировать, смотреть. Но корпус ровный, видно. Площадь прилегания будет большая. Потому что вот канавка большая идет. Плюс есть вот здесь дренажное отверстие. Я думаю, что поставить шланг, вывести, как у БРП, у ОДОС. Да, выводят вот в эту часть. И сделать кран на всякий случай, если что-то слить. Так что доработка бомбическая. Это крутая техническая доработка. Стелс, за это спасибо. Также вот здесь, за счет того, что больше нет патрубка, образовалась куча места. И обслуживание квадроцикла Гепард стало еще в разы проще. Гораздо больше места. Обустроен сапун, теперь нормально. Да, сапун теперь входит в впускной патрубок, передроссель. Ну, как автомобильного типа, грубо говоря. Вот он входит, сапун. И, кстати, шланг, по-моему, стал хорошим. Шланг поставили диаметром больше. Ну, будем смотреть, еще изучать. Смотреть, что изменил. Шланг плотнее, во всяком случае, плотнее. Короче, эта система бомба. Молодцы, у нас остался красавец. Новые цвета, техника в наличии поступает. Новые впуски, все отлично. Стелс стремится вперед. Надеюсь, так и будем продолжать в следующем году. Это очень хорошие новости. И, надеюсь, наконец-то дождемся Гепарда Литрового. Вот, в принципе, что вам хотели сказать. Давай покажем. У нас есть еще календарь. Смотрите, да? Смотрите. Не все так просто. В новом году, все-таки, наверное, стелс выйдет на уронь. Это стелс фирменный календарь компании стелс. Значит, здесь вот это показано. Тысячный Гепард. Вот он в 2024-м выглядит. Комплектация какая-то будет экстрим. Диски с бэдлоками. Какая-то резина. Еще непонятно, какая здесь. Дальше вот сразу вот такого типа здесь шнуркеля. Какой-то шнуркель-кит комплект. Видимо, под это все затачивалось. Вот это как раз то, что мы здесь видим впуск. Под литровый мотор. Под вот это все дела. Вот. И какие-то к нему будут оригинальные. Ну, прицеп, отвал, гусеницы. Вот такого типа. Шнуркель. Какой-то другой. Немножко другой формы, да, будет вынос. Немножечко другой прицеп. Шнуркеля будем смотреть, изучать. Но внешне вроде бы как бы должно быть все отлично. Диски с бэдлоком на любителя. Гусеницы. Но я не знаю, как. Посмотрим, что сделать в трансмиссии и все остальное. Мы пока против гусениц. Отвал. Вот такой вот. Ну, это, наверное, что-то типа шторма, ревалили. Что-то свое придумали. То есть. И вот так вот он будет выглядеть. Вот еще написано. Мощность 75 лошадиных сил. Крутящий момент. Скорость 100 км в час. Дорожный просвет. 30-33. Так. Ну, вот, короче, вам вот такая небольшая. Вот, что там пишет. Вынос, шнурки, лебедки, силовый бампер, защита, гусеничные. А, ну, вот это дополнительно. Это типа в шнурки будет идти. Вот. Можно я скажу, да? Конечно. Да? Вот смотрите. Нигорян говорит, не знаю, что за резина. Присмотритесь на рисунок. Они даже здесь шины надели не в ту сторону. Вот только, вот только похвалили, да? Вот заметьте. Они стоят не в ту сторону. И вот эти, да? Не, ну вот рисунок. Видишь? Да, здесь. Бабышки, вот смотрите. Да. Видите, бабышки не в ту сторону. Пацаны, ну ничего, ничего. Это вот, ну ладно, это хрен с ним, ерунда. Но все равно стелс. Ребята, мелочи, вот мы смотрим вот на это. Вот. Понимаете? Вот эти мелочи, вы их пропускаете и потом обижаетесь на нас. Вы даже рекламный делаете красивый, из хорошего материала, матовый, такой вот. Такой хороший, приятный календарь. Мы обязательно в себя в офисе повесим вот этот локат. Но у нас будет висеть, будем числа ставить, все. Будьте повнимательнее, ребят. В общем, мы вас с Алексеем поздравляем с наступающими праздниками, с Новым годом. От себя желаем здоровья, чтобы вы покупали мотоциклы новые, катались, кайфовали, чтобы они у вас пореже ломались и так далее. Вот. Также поздравляем стелс, Кострюкское бюре, всех ребят, кто принимал участие в создании наших мотоциклов. Это отличная новость, отличная доработка. Новые магнеты, кстати. А, магнеты, смотрите, ребята. Смотрите. Вот этот корпус вам ничего не напоминает. Здесь, конечно, будет обложение, как на Берпи стоит. Новые провода. Провода усиленные идут. Вот они идут до реле. Вот. Я уверен, что магнеты стоят увеличенной мощности уже с завода. Так что, ребята, кто там все напрягался по магнету, я уверен, что здесь магнеты стоят другое. Сечение проводов другое. Сечение в полтора раза толще стало. Вот. Но в процессе, естественно, будем изучать, смотреть, скрывать, что за магнеты, что как. Это как у Ротекса, знаете, крышечка. Да, а сюда можно крышечку от Ротекса, я думаю, поставить, она прям встанет. Но они какие-то свои по-любому сделают крышечку. Ну, мы, конечно, мы уже видели, что вот эти провода из Мизи были желтые же, стали черные. Но вот сейчас вот прям вот смотрим, ага, так. И крышка другая была. Стелс не написано. Да. Крышка другая. Есть отверстие. Так что, так что будем изучать. Я думаю, что с магнета, ребята, вы будете уже радоваться. Магнета, скорее всего, стоит увеличенная. Ну, еще по наклеечкам что покажем. Да, давай. Уже видели какие-то, но были черные, а сейчас... Ну, причем я не понимаю, почему больше слова Гепард... А, есть. Это с другой стороны, да? Гепард 800. С другой стороны АТВ 800 ТЕ. Наклеечка вот здесь такая у нас. Немножко изменилась. Здесь Гепард стелс, Гепард ТЕ. Ну, и здесь тоже Трофи. Трофи G 800. Вот. Здесь изменили немножечко. Вот здесь 2.0. Это моя там пушечка стоит. Подсветочку нам делает. Трофи G 800. Трофи G 800. Блок управления двигателем остался прежний. Сзади, значит. Но цвет бомбический. Так, завод уже теперь стоит. Я не знаю, я не замечал. Розетка для прицепа стоит. Это было? Ну, я что-то не замечал, чтобы была зарядка. Это смотри, а ты не кажешь, что немножко другая крышка? Или это, мне кажется, глючит? Чуть-чуть формы, нет? Нет, крышка. Нет, крышка вроде та же. А может, немножко изменили. Вот здесь какая-то вот эта часть. Да, как-то. По-моему, чуть-чуть изменилась. Ну, да, стелс написано. Так же все. Клапаны и крышки. Здесь особо больше изменений нет. Но за впускной коллектор и корпус воздушного фильтра отдельный респект, потому что реально большой доступ. Да, это хорошая доработка. Вот это очень удобно. Оно если будет стоить там, ну, в районе 1000 рублей. Выкинули. Но, во всяком случае, с этим фильтром, с этим боксом не будет попадать больше, вот как по бокам, засасывать пыль, грязь. Это автомобильный тип. Будет все очень крепко. Так что, вот такие еще раз. Всех с наступающим. С Новым годом. Стелс, ребята, молодцы. Мы вынуждены уже ехать домой. Праздовать Новый год. Так что, всем спасибо за просмотр, друзья. И до новых встреч. Всех с наступающим. Все, всем пока.